Девушки отдыхают Девушки отдыхают Этим пользуются авторы телепередач, в которых прилюдно выворачивают человеческие отношения наизнанку. Этим пользуются и некоторые печатные интернет-издания, выставляя грязное белье публичных людей на показ. Прежде чем снова зайти на такой сайт или включить телепередачу, подумайте над тем, о чем вы будете вспоминать спустя годы. Как две соседки не смогли поделить кота? Или как певица, актриса и модель подрались на вручение премии? Посчитайте, сколько времени отнимают пролистывание ленты с новостями шоу-бизнеса или чтение разоблачающих всех и вся групп в соцсетях. Если сложить эти часы за неделю, то получится огромное количество времени, которое можно потратить на куда более приятные и полезные для здоровья вещи. Проведите эксперимент, вычеркните желтую прессу и своей жизни на несколько дней, и вы заметите, как начнет меняться в вашей мироощущении. Сейчас уже невозможно представить свою жизнь без общения в мессенджерах и соцсетях. Это не только значительно упрощает контакт с теми, кто живет далеко от нас, но и позволяет знакомиться с новыми людьми. Мир становится по-настоящему безграничным, когда вы в режиме реального времени можете узнать, как дела у друга, отдыхающего на другом конце света. Впрочем, если вы тратите на это большую часть дня, и это никак не касается работы или учебы, то ничего полезного в этом нет. Возьмите за правило уделять такому общению не больше одного часа в день. Доказано, что просмотр качественных художественных фильмов помогает нам снизить уровень гормонов стресса и повысить уровень гормона радости эндорфина. Хорошие фильмы придают сил, учатся переживанию, преодолению трудностей и могут стоять настоящим источником вдохновения. Но чтобы совсем не выпасть из реальности, специалисты рекомендуют уделять такому времяпровождению не больше двух часов в день. На час больше, то есть целых три, можно уделять хобби, образованию, документальным и научным фильмам и книгам. Доказано, что когда мы изучаем что-то новое, это повышает нашу уверенность в себе и помогает наложивать связи с окружающими. Когда мы узнаем что-то полезное для работы или жизни, это делает нас по-настоящему счастливыми. А вот на театр, выставки, концерты и живое общение с друзьями и близкими времени можно тратить сколько угодно.